Оксана Онищенко у нас в гостях, психолог и эксперт нашей программы. Доброе утро! Непривычно вас сегодня видеть с картами, но мы обо всём подробно разберёмся сегодня, расскажете, зачем вы их нам сегодня принесли, потому что мы с вами хотим пообщаться на тему первого свидания. Свидания бывают разные, запоминающиеся, лучшие, о которых мечтают. Где же лучше всего проводить то самое первое свидание? И является ли первое свидание на самом деле первым? Или любое другое тоже может быть первым? Много вопросов интересных сразу. Я просто накидал, чтобы на следующие три вопроса молчать. Не задавать, может, ничего. Ну, конечно же, свидание лучше в любом случае, особенно если это знакомство, первые свидания проводить там, где мы можем пообщаться. Вообще многие рекомендуют и музеи, но я бы, наверное, тоже по поводу музеев задумалась, потому что там всё равно какая-то тишина, такая атмосфера немного такая приглушенная. Кабак идти надо сразу. И не там, потому что там слишком громко. Нужно там, где спокойно, более-менее можно пообщаться. А разве первое свидание – это не встреча? Ну, это встреча. Это встреча, просто встреча двух людей. Это прогулка, это, может быть, кофе выпить, это какой-то такой лёгкий променад, может быть, вечерний, где мы можем друг друга… Вот этой карты, что я думал, но здесь что-то, здесь что-то приятное, трезвый светлый ум, воздух, заходящий в ноздри. Отлично. А как ты думаешь, почему там вот среди вот этого всего чёрного есть цветные вкрапления? Ну, потому что среди всего чёрно-белого всегда есть что-то цветное. Замечательно. Смотри, я принесла сюда карты, и вот по поводу карт у нас уже… Я нас поставил уже? Ну, конечно, потом после эфира я тебе расскажу. У нас разворачивается какая-то история, вот у нас контекст, да? То есть для нас важно, чтобы на свидании у нас был какой-то заложен контекст. И этот контекст мы, конечно, сами закладываем теми намерениями, которые мы внутри себя создаём, когда мы идём на свидание. Тем, как мы готовимся к этому свиданию. Все листами. Да, и вот здесь вот очень чётко ты попала этим словом «цели», потому что здесь, с одной стороны, важно продумать свидание, а с другой стороны, не переборщить с внутренней ответственностью, потому что когда мы ставим слишком большие цели, да, мы можем прийти к некой панике или, может быть, разочаровании из-за того, что, ну, не удалось реализовать те цели, которые мы ставили перед собой. Поэтому, с одной стороны, нужно спланировать это первое свидание, ну, продумать, куда вы можете пойти, а с другой стороны, быть гибким, потому что вы всё-таки первый раз видите человека, и может так оказаться, что он захочет чего-то другого, и дайте возможность другому человеку тоже проявляться. Так о том ты делаешь, за себя-то мы можем отвечать, да, а за партнёра? Конечно, да. Мало ли, как он себя поведёт, да? Нет, подождите, ну, у нас и тема звучит, как нужно себя вести на первом свидании, то есть всё-таки какие, не знаю, рамки поведения должны мы помнить, правила какие-то? Ну вот, об этом я и говорю, да, что с одной стороны, мы предлагаем партнёру, конечно же, инициатива идёт от мужчины, так полагается, так странно в нашей культуре. Ну ещё скажи, что мужчина плакит на свидании. Ну, это прилично, если мы говорим о приличии, то да. На самом свидании границы общения, о чём мы общаемся, да, вот, например, темы, какие мы вообще можем обсуждать с человеком, это скорее исключим темы негативные, темы политики, религии и бывших, эти все темы желательно, конечно... Доходы. Доходы, да, это неприличные темы. А чего? Сразу бы узнали, что всё, несовместимы, расходимся. Вообще, свидание вызывает стресс в том случае, когда мы не понимаем, на что мы можем опираться, когда у нас не хватает опор. Я в этом случае рекомендую подготовить себе несколько вопросов, вы можете в интернете зайти и просто у себя внутри подготовить несколько вопросов, на которые вы можете опираться. Желательно, чтобы эти вопросы были интересные, креативные, чтобы вашему собеседнику, ну, вот, допустим, я зашла в интернет, выписала несколько вопросов, чем больше всего гордишься в жизни? Ну, такие философские. Да, что мечтаешь донести этому миру? О, да, философские. Хороший был. Донести. Ну, есть о чём подумать. Есть у тебя какая-то секретная способность. Ваня, один вопрос от тебя, который ты бы задал на свидание. Я просто интересно. В интернете на бумажках распечатал, пусть прочитал. Чего ты с нетерпением ждёшь в будущем? Смотрите, какие интересные вопросы. Что тебя больше всего смешит или веселит? Или можно предложить альтернативу. Что бы ты выбрал, там, встретиться с любовью или выиграть миллион, да? То есть можно вот просто набрать разных вопросов, которые у вас будут в голове. Если вдруг возникла какая-то пауза, и вы не знаете, о чём поговорить, вот здесь в этом случае они будут очень хорошей опорой. Простые бытовые понятные вопросы, да, на которые, в принципе, легко получить ответ. Потому что когда ты такой вопрос задашь, там долго думать-то не надо, да? Ну, не знаю, чем ты больше всего гордишься в жизни, мне кажется, все люди сразу же в ступор. Ну, чем? То, что у меня двое детей. Ну, есть, есть, да. Есть о чём задуматься. Но если вернуться всё-таки к правилам ещё, да, ведения на первом свидании, здесь важно помнить, что если ваш собеседник молчит, а вы всё время говорите, это не значит, что вы хороший собеседник. Это говорит о том, что ваш собеседник предоставил вам условия для того, чтобы вы проявлялись, а вы ему нет. Поэтому здесь нужно... Ну, тут вовлечённость должна быть 50 на 50. Конечно, конечно. Потому что ко мне приходят мужчины, говорят, вот почему не получается там всё-таки завести знакомство. Я говорю, слушай, а сколько ты на встрече говоришь? Ну, где-то 80-90%. Я говорю, да ей просто неинтересно. Она не проявилась на этом свидании. Не дал ей возможность. Да, не только задать вопросы, но можно и внимательно слушать, о чём говорит ваш собеседник, цепляясь за эту информацию и как-то эту беседу подвигать. А если просто человек закрытый, не хочет открываться? А что, пришёл тогда? Может быть. Сиди дома, читай книжки. Оксана, скажите, такой вот интересный момент. Мы же все знаем, когда человек стрессует, он максимально ресурс из себя, значит, пытается выжить. Вот случайная встреча на улице, да, или где-либо, или заготовленное заранее свидание, к которому готовишься, да, там, подготавливаешь вопросы, как-то наряжаешься. Вот в этом случае что лучше? И там, и там может быть стресс. Это же тоже встреча, правда? Либо случайно, либо запланированная. Очень многое зависит от того, как вы себя подготовите к этой встрече. Если вы будете говорить, что я просто встречусь с новым человеком, у меня будет беседа. Даже если что-то пойдёт не так, это будет просто опыт. То есть старайтесь много не надеяться, немного не планировать на эту встречу. Да, иначе, опять-таки, если вернуться к Лерину, вот этот комментарий по поводу скромности, если вы скромный человек, хорошо было бы, если бы вы сообщили об этом собседнику и сказали бы, я молчу не потому, что ты мне неинтересен, или потому, что я такой человек, я просто немного скромный, и поэтому на первой встрече я могу быть чуть тише, чем в обыденной жизни. Раскрываясь, как правило, на третьей. Слушайте, Оксан, а вот такой момент. Свидание похоже вообще с собеседованием? Ведь мы, когда устраиваемся на работу, мы тоже готовы к определённому роду вопросов о себе. Тоже рассказываем и отвечаем на вопросы работодателя. А на свидание же, в принципе, что-то похожее, да? Желательно, чтобы свидание не переходило в собеседование, чтобы не было ощущения, что тебя сейчас тестируют. Чтобы это была встреча человека с человеком, где я проявляю именно интерес к тебе. Мне интересно, какой ты как человек, а не насколько ты ко мне подходишь. Тогда вот здесь человек больше раскроется, чем если вы будете его всё время тестировать по поводу денег, по поводу бывших и прочих таких тем. Ну, в каждом человеке должна быть что? Изюминка, да. Зачем вы принесли эти карты? Непонятно. Приходите с ними ещё раз. В следующий раз, да, более подробно их раскроем. Оксана Анищенко. Оксана Анищенко, да, психолог и эксперт нашей программы. Спасибо за то, что вы сегодня к нам пришли и рассказали, как же всё-таки нужно себя правильно вести на свидании. Первым, чтобы обязательно случилось и второе.